Всем привет! Сегодня была информация, что залистят криптовалюты Quant, FSC, LCX, LDO, ZEN на криптобиржу Coinbase. Кстати, насчет ZEN. Было листинг на Coinbase Pro вторую биржу с криптовалютой BTRST. Кстати говоря, я записывал в прошлом видео про SHIB. Смотрите, то, что я и говорил. Уперлись в значение 0.95 и откатились на 4%. То есть вот эти уровни FIBA очень важны в трейдинге. Итак, смотрим на криптовалюту ZEN. На криптовалюту ZEN. Не вижу я еще ее на Coinbase. Значит, еще нету, не было листинга. ZEN в Binance. Вот первая информация, как вы видите, о листинге. И криптовалюта выросла на 35%, потом, понятно, просела. Это нормально. Сразу просела на 10%, потом у нас был отскок на 14%. Коррекция в зону минус 14%. И быстрые такие вот движения вверх-вниз на 14%. Проторговка у нас, как вы видите, 98%. Ну, и около там 104-107. Что равно... Что равно около 8%. Сейчас эта криптовалюта в такой, да, проторговке, как я сказал, бывают вот такие выпады покупателей на 9% подъем цены. Вот. Но если посмотреть таймфреймы, которые помладше, то мы видим, вот они. Вот этот скачок. Это было не то. Вот этот скачок цены на 13% и сразу падение. Опять, вы можете, конечно, выйти уже, если видите такую ситуацию, уже выйти где-то, ну, хотя бы... Давайте просмотрим 3 минуты. То, в принципе, вот здесь вот с минус 1,3, если вы вдруг залезли на самой верхушке, можно было увидеть падение. Тем более это повторяется. Видите, такие вот волны. Раз, и такая же коррекция. Раз, и такая же коррекция. Раз, и такая же коррекция. То есть, вроде как все предсказуемо по этой крипте. Следующую крипту рассмотрим. Криптовалюта LDO. Ну, если так, то она торгуется только на Polonix. Polonix. И здесь вообще кошмар что происходит. Это большие проценты, поверьте. 3 минуты. Давайте 1 минуту откроем. Тут такое происходит. Смотрите, вот мы, допустим, возьмем вот это значение. И это 196%. Это роста и сразу слив на 65%. Потом опять выкупили крипту на 126%. И, короче говоря, с этого уровня слили ее на 56%. Ну, короче, в этой крипте очень тяжеловастенько было бы торговать вам, поверьте. И это минутные там фреймы. То есть, это просто жесть. Это просто жесть. Кто-то просто отдает свои деньги. Не знаю, кто тут выиграет. Но это минутные таймфреймы и такие скачки. Вообще не годится. Следующая криптовалюта LCX. Вот смотрите на минуте, что с ней происходит. Она торгуется на криптобиржах Uniswap и Pionix. Pionix, как правильно она называется. Если возьмем час, уже что-то понятно вырисовывается. У нас листинг этой крипты, про листинг где-то этой крипты в час ночи была информация. Вот 37% выросла, суммарно выросла на 55%. Но смотрите на эту ее волатильность. Если вы проспали продажу, то вот она коррекция на 28%. И вот отсюда от пика тоже где-то 11%. То есть, на таких валютах очень тяжело торговать. Давайте посмотрим следующую крипту. Какая у нас была. LCX и FCC. FCC. Что-то он даже не видит ее. Вот квант у нас есть. Торгуется он на Binance, на Coinbase, Uniswap. Давайте посмотрим Binance, что у нас происходит. Это у нас час. Ну тут достаточно 13 сентября в 17.00 крипта выросла на 29% и после начала корректироваться. Вот о том, что я говорю, не нужно ждать, когда там цена вырастет в 1000%. Можно ее фиксировать частями и не быть в минус 12% вообще в таком ситуации, где вы просто заработали, допустим, если отсюда у вас зашли, вот уровень, вы бы заработали 9%. А так могли бы больше 20% заработать. Листинг этой криптовалюты вообще был тоже где-то в час известен, но почему-то она особо не отреагировала, наоборот, пошла вниз на 6%. Давайте дальше посмотрим. Тоже не сильно интересная криптовалюта получается у нас по волатильности. Мы дошли до конца. Вот это, то есть вот это крипта. FCC, может какая-то была ошибка. FCC нет. FCC. Ну, ее, наверное, ни идеи нету. То есть она будет впервые за листью на Coinbase. Так, давайте еще посмотрим SHIBA. SHIBA. То, что я рисовал, чертил, да, на минуте мы видим такой, две вершины. Пытается восстановиться на 5%. И упала на 3%. Если посмотреть день, все равно он вот эту зону 0.95, он как-то не может ее пройти сейчас, на данный момент. Может, потом и пройдет. Ну, сейчас, как вы видите, такая коррекция. Ну, и эта коррекция, это называется минус 5% или же минус 7%. Это много. Все, торгуйте осторожно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И анализ и ваш опыт – это все. То, что вам сейчас нужно, если вы не понимаете. Вы можете посмотреть график, все открыто. Посмотреть любое движение цены, паттерны. И начинать где-то искать такое же сейчас. Все повторяется, все циклично, поверьте. Сколько было крипт за листином? Посмотрите наши каналы. Там мы писали первые минуты листинга. Посмотрите, что происходит с криптовалютами до листинга, после листинга, насколько они могут вырасти. Посмотрите волатильность этой криптовалюты. Посмотрите старые криптовалюты, которые уже отыграли, когда они уже выросли и упали в цене. Посмотрите волатильность криптовалюты сейчас. Посмотрите паттерны. И посмотрите разные инструменты. Посмотрите на объем торгов, на волны, волновой анализ, теханализ Все это, если вы будете, я думаю, если вы будете это применять У вас будет меньше непонимания, что происходит То есть вы будете соблюдать риски, риск потерять 100% депозита И не торгуйте с большими плечами Даже если вы знаете, что вот-вот цена пойдет вниз и все Все равно есть вероятность, что вас вынесет на последние секунды в 2-3% Может быть скачок А если вы ставите большую маржу, то возможно это повлечет в ликвидацию Никогда на 100% не ставьте Все, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Всем пока